Сдерживали нас по улице Кирова, недалеко от стадиона Динамо. Подошли человек в штатском, человек в черной форме, это ОМОНовцы. И все, попросили нас пройти в микроавтобус, проверить аккредитации. Оттуда мы поехали в РУВД. Они были вежливы, корректно? Да, все было максимально корректно, максимально вежливо, что в РУВД, что в ЦИПе. К нам было нормальное, адекватное отношение. Когда ты понял, что это больше, чем проверка документов? Когда ночью мы сидели в актовом зале, потом нас развели по кабинетам по одному, и там мы просто сидели. Там были какие-то люди, которые работают в РУВД, но мы о чем-то говорили, но не по делу. И все, когда мы вышли из этого кабинета, меня вывели, я спросил, как дела наши, и мне сказали, что в отношении нас начат администрационный процесс. В РУВД сотрудники были вежливы, корректны? Все было максимально вежливо, максимально корректно. Все наши просьбы, практически все удовлетворялись. Возле РУВД Октябрьского собралось очень много журналистов. Некоторые наши коллеги остались там ночевать, ждать, пока вас выпустят. Вы каким-то образом знали вообще о том, что происходит здесь наружу? Мы знали, что люди собрались. Надя говорила, что она даже кого-то слышала, что кто-то там кричал. И про то, что там люди оставались. Ну, днем вы были там, это мы уже узнали чуть позже, нам рассказали, что вы тоже там. Когда вас перевезли на Крестино, какие были условия на Крестино уже непосредственно? На Крестино мы привезли, нам выдали пасту зубную, щетку, туалетную бумагу, влажные салфетки, маску. Вот. И мы были, по-моему, в пятиместной или шестиместной камере вдвоем. Потом меня, нас развили по одному в такие же камеры. Ну и потом на ночь подселили людей, которые отправлялись в ЛТП. Они утром уехали, и я снова оставался. Это были деревянные нары, что это? На чем ты спал? Это нары, ну, кровати двухэтажные нары, и на ней был матрас. Постельное белье? Выдали, постельное все выдали. Все чистое? Да все чистое, все новое. Как ты оцениваешь приговор, решение суда, по которому ты признан виновным в участии несанкционированного массового мероприятия? Ты, по мнению суда, координировал протесты, говорил студентам, куда идти. Как ты оцениваешь это решение, и что в будущем, по твоему мнению, ждет профессия журналиста в этой стране? Ну, моё мнение не изменилось, я вину не признавал, считаю, что мы не виновны. Мы выполняли свои профессиональные обязанности. И у всех, у нас на протяжении всего времени был один и тот же вопрос, что это такое, что происходит. И я еще не успел до конца обсудить с своими коллегами, но самый главный вопрос теперь, как работать дальше, так, чтобы тебя не задерживали на второй суток.